Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге «Бытия». Обратимся к 31 главе. Здесь драматическая коллизия между Яковом и его тестем Лаваном продолжается, и достигает, так сказать, нового уровня напряжения, потому что сыны Лавана ворчат, говорят о том, что вот Яков завладел всем, что есть у нашего отца. Как мы помним, в предыдущей главе, Яков хитроумными способами, с использованием пестрых и непестрых палочек и отбора, соответственно, крепкого и некрепкого скота добился того, что сильный скот рождался пестрый, и по договору был предназначен Якову слабый скот Лавану. Ну и вот сыновья Лавана обеспокоены тем, что все лучшее в имуществе их отца достанется Якову, а им, соответственно, не достанется ничего. И увидел Яков лице Лавана, и оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. То есть Лаван тоже, в общем, понял, что происходит что-то странное, ну и стал относиться к Акву хуже. И вот тут мы видим, как снова вмешивается Бог. У Якова, как кажется, все вроде намази. Уже стада, которые должны ему отойти, становятся все больше, все крепче, все прекрасно. Бог ему говорит, давай, знаешь что, возвращайся в землю отцов твоих. Эти твои ухищрения ухищрениями, а ты иди в землю отцов и на родину, и я буду с тобою. Больше ничего Бог здесь не говорит Якову. Просто вот я буду с тобою и все. Как мы видели, как обычно, люди пытаются задачи завета и задачи благословения решать какими-то своими путями, своими средствами. Потом вмешивается Бог, и только по его воле все и получается. А без его воли и вмешательства ничего не получается. Это основная, так сказать, сверхидея составителя. Теперь Яков зовет своих жен и говорит им, Лаван, ваш отец, изменил свое отношение ко мне, «Но Бог отца моего был со мною». Собственно, подразумевается, что Бог, который бодрствует над теми, кто обделен любовью. Вот он бодрствует теперь и над Яковым, потому что он обделен не столько любовью, сколько справедливостью и порядочностью со стороны Лавана. Но мы видели в предыдущих главах, как над Лией, которую не любит муж, вот над ней бодрствует Бог, видит ее и благословляет ее сыновьями, которых она рожает. Теперь в подобной же ситуации оказывается Яков, которого не то чтобы не любит Лаван, он в конце концов не обязан его любить, но Лаван относится к нему несправедливо и не, как бы это сказать, ну, нечестно. И над этим тоже бодрствует Бог, это он видит. Бог на стороне тех, кто оказывается в уязвимом или даже в уязвленном положении. Читатели, для которых работает состаритель, именно в таком положении и охотятся. Это небольшое, малочисленное и слабое племя, вернувшееся из Вавилонского плена, плохо защищенное от враждебности соседей, можно сказать, вовсе беззащитное, и вообще вынужденное полагаться только на благоволение персидских царей в этой самой персидской провинции Яхуд, в которую они вернулись. Поэтому для них важно услышать о Боге их отцов, о Боге Якова, который вот так, так сказать, по собственной инициативе, бодрствует над уязвленными, уязвимыми, над теми, с кем происходит несправедливость. Бог не попустил ему сделать мне зло, отнял, ну, Яков там рассказывает Джонам о том, что произошло, как там он разделил стада и добился того, что его стадо плодится, а стадо лавана плодится плохо, и скидывает это все на Бога. Говорит, отнял Бог скоту отца вашего и дал его мне. Ну, хорошо, ладно, для архаичной эпохи нормально в каком-то смысле. Вот так перекладывать на Бога ответственность за свои поступки. Потому что нам не рассказывают, что Яков там молился, просил этого Бога, с чего вдруг он сейчас говорит, что это Бог отнял скот отца вашего. Непонятно. Но дальше эта мысль, о которой мы сейчас говорили, несколько разворачивается. В 11 стихе некий вестник Божий говорит Якову во сне. Потом вдруг оказывается на протяжении речи, что это никакой не вестник, ангел Божий, а это сам Бог. И, в общем, автор совершенно не считает нужным различить одно от другого. Это сегодняшний читатель, на словах ангел Божий, представляет собой некое нечто с белыми крыльями, ну и, соответственно, удивляется, как вот здесь рассказывается. А здесь это вообще неинтересно. Автору он говорит, вот ангел Божий, это Бог говорит через него, это Бог говорит, и все, и фактически одно и то же, сам Бог возвещает. Ладно. Ангел сказал Якову во сне, Яков, вот я, вот посмотри там, все, весь скот, весь пестрый с крапинами, и он только умножается, потому что я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я вижу все, что Лаван делает с тобою. И вот это очень, действительно, серьезная вещь, потому что ради этого может быть вообще весь рассказ. Этот Лаван, который, ну, сын лишний персонаж, на самом деле, не имеет отношения к сюжету почти никакого. И многое другое. Как мы говорили с вами в прошлой главе, автор какой-нибудь другой части бытия просто привел бы здесь родословие и этим бы ограничился. Для автора вот этой части книги важно показать. Я вижу все, что Лаван делает с тобою. «Бог видит несправедливость». Ну, то есть, в идеале пророки, современные составители книги, ну, или, может быть, жившие несколько раньше, говорят о том же самом, о том, что Бог видит несправедливость, которую делают с тобою, но и которую ты делаешь. И это тоже очень важная вещь. Потому что людям часто кажется, что если по отношению к нам поступают несправедливо, Бог обязан это видеть. Куда же он денется? Конечно, само собой разумеется. А если мы делаем несправедливость по отношению к кому бы то ни было, к любому соседу, то в этот момент Бог должен ослепнуть и оглохнуть, и не видеть этого. Вот нет. Бог видит. Важнейшее действительно откровение. Бог видит несправедливость. Любую. и дальше он обращается к Иакову, говорит, я Бог, явившийся тебе в веселье, и ты дал мне там обед. Вот теперь встань и возвратись в землю Родины твоей. Ну и, соответственно, жены Иаковой, Рахиль и Илья, говорят ему, что вот пошли, все берем с собой, все то имущество, которое Бог отнял у Отца нашего, есть наши и детей наших. Ну, хорошо, ладно, в эти семейные коллизии по идее можно и не вникать. Нужно только обратить внимание на то, что их мнение здесь оказывается важным. Важным. И они говорят Иакову, делай все, что Бог сказал тебе. Вот поддерживают его, и он дальше действует. Тоже мы уже не раз обращали внимание на то, что нам кажется, что в архаичной культуре все должно быть по-домостроевски, и женщина там значит должна верблюжья отходы в костер, в шатре подкидывать, и больше ничего. Ну вот нет. На самом деле это выдумка современного, ну не современного, ладно, более современной эпохи. А здесь в событиях вполне архаичной культуры мнение жен Иакова, как и многих других женщин, Сары, Ревекки, имеет самое существенное значение. Ну и вот дальше говорится о том, что Иаков уходит тихо, незаметно. В тот момент, когда там Лаван куда-то отошел в соседнюю долину стричь скот, вот он всех своих посадил на верблюдов, и они ушли. Ну ушли, ушли, они так и хотели. Для современного читателя бросается в глаза вот, смотрите, 19 стих. Как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Здравствуйте, приехали. Какие такие идолы? О чем речь? И зачем она их похитила? Они же герои повествования о завете с Богом, которые благословение Божье передадут в поколениях. Да и вообще, что за идолы? Вроде как предполагается, что для того Иаков и пошел к Лавану, к брату своей матери, за дочерьми, что тот чтит хитиного Бога. Ну, собственно, есть два типа толкований. Одно говорит о том, что не такой уж был Лаван монотеист. Или что там. Для него был характерен некий вариант того, что называют религиозным синкретизмом. и он вроде как бы чтил Бога отцов, но еще заодно там какие-то идолы стояли в него в шатре. Ну, да, так бывает, это очень современно. Современные люди тоже любят говорить, что они там христиане, вполне ортодоксальные, и при этом то там блины на масленицу, через костер на Иванку полпрыгать, еще там чуть ли не эти резанные пестрые палочки, какие-нибудь перуну, что еще, ниточки вокруг запястьев и тому подобное. Короче говоря, вот исследователи думают, что может быть эти идолы у Лавана это было что-то примерно такое же, как у нас, или какие-нибудь амулеты обереги. Ну, может быть. Довольно такая, я бы сказал, вычурная, но не лишенная убедительности версия также, что это на самом деле были знаки на которых были написаны таблички глиняные или каменные, что-то в этом духе, где были записаны пределы владений принадлежащих Лавану. Ну, что-то типа выписки из кадастро в наше время, где вам дают номер кадастровый участка земли, который вам принадлежит. Ну, вам это дают на бумаге, а у Лавана с бумагой, как предполагают исследователи, могли быть сложности, поэтому это могло быть каменное или глиняное. И автор, не зная, как это назвать, ну, по каким-то причинам назвал это идолами. И что Рахиль таким образом не только одобрила своего мужа, говоря вместе с Лией, что имение богатства, которое Бог отнял у отца нашего, есть наши и детей наших, да, но и вот еще документы на землю прихватила с собой. Очень может быть. Вообще, конечно, это несколько загадочный момент, но слово идолы не должно нас путать, не обязательно. Речь идет о неких религиозных артефактах. Да, все равно странно и любопытно, но не более того, потому что речь, конечно же, не об этом. и дальше вот Иаков уходит, Лаван его догоняет, но все-таки Лаван тоже оказывается человеком, способным к диалогу с Богом, потому что ночью во сне ему является Бог и говорит, не говори Иакову ни худого, ни доброго, не говори Иакову ни доброго, ни худого, то есть Бог являет Салавану, это возможно. Но мы не будем, как и автор, не делая таких вещей, не будем представлять себе, каким образом, в каком виде Бог явил Салавану во сне. Здесь говорится, что ему сказано. Сказано вот так, не трогай его, не говори ни худого, ни доброго, что тоже отчасти удивительно, потому что ну хорошо, ладно, можно представить себе, что Бог говорит, не говори Иакову худого, а доброго там чего не сказать, вот так, ничего не говори, ладно. Лаван догоняет и упрекает Иакова, зачем ты обманул меня, увел моих дочерей, как пленных, ну все это, конечно, с точки зрения сюжетной, каждый следующий поворот вызывает вопросы, потому что он там уже 20 лет живет, уже можно было все понять друг про друга, почему вдруг сразу обманул, и он давно отпрашивался, короче говоря, вот вот так Иакова, этот самый Лаван упрекает Иакова и говорит, я бы тебе показал, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакова ни хорошего, ни доброго. Вот вообще на самом деле опять-таки в соответствии с парадигмой этой части книги. Сейчас по-человечески будет ужас-ужас, потому что Лаван в силе руки, в руке его сила сделать им зло Иакову с женами и детьми, но он поступает не по-человечески, а потому, как Бог ему сказал. И вот тогда каким-то образом ситуация разруливается. Но правый Лаван говорит, а зачем ты еще и богов моих украл? Ну, действительно, зачем? Что толку? Там дальше целая тоже красочная история про обыск во всех шатрах и в Рахиле, и там она на них сидит. Одним словом, вот такой поворот, в результате которого Лаван ничего не нашел, и только Иаков тоже со своей стороны начинает сердиться, говорит, что ты ко мне пристал? Я тебе служил 14 лет за двух дочерей и 6 лет за скот, а ты 10 раз переменял награду мою, и если бы не был со мною Бог отца моего, то ты теперь отпустил бы меня ни с чем. То есть вот к этому месту подводится рассказ, что если бы не Бог, то ничего бы у Иакова не вышло. женитьба, работа, 20 лет процветания, которое все как бы формально процветание Лавана. Он действительно говорится о том, что он там вызвал экономический подъем в клане Лавана, но тем не менее, если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы и теперь отпустил меня ни с чем. Вот такая вот краткая формулировка того, про что вообще оказывается был весь разговор на протяжении последних нескольких глав про то, что без Бога ничего не получится. Без Бога Иаков остался бы ни с чем, если бы не это благословение. Там же речь-то, с момента заключения цовется Аврааму, о благословении, которое передается от Авраама Исааку, от Исаака Иакову, и вот оно как оказывается работает. В безнадежной ситуации, тем не менее, оно выручает Иакова. Не хочется здесь говорить спасает. Скорее, правильнее было бы вот так, выручает его. Ну и дальше Иаков и Лаван как будто бы заключают союз, и Иаков говорит, вот с нами нет никого, смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. И это очень важное возвещение, которое тоже очень существенно для читателя, любого, любого читателя. Бог свидетель между мной и между тобой. Иаков с Лаваном потом ставят памятник, большой камень, на котором там написано, налево пойдешь коня, потеряешь все, что там положено на камнях писать, все это там написано, камень тоже свидетель между Иаковом и Лаваном, но главное, что свидетелем оказывается Бог, который следит за правдой. Вот тот Бог, который, как мы видели, слышит несправедливость, покровительствует или помогает уязвленным, обиженным, обделенным. Вот этот Бог, свидетель договора. Так что договор, заключенный перед Богом на словах, точно так же важен и нерушим, как договор, который заключен в присутствии свиты, фотографов, журналистов, телекамер, вот это все, как мы привыкли. Конечно, это важная вещь. Бог оказывается не только про то, как плодится Скотт Иакова, Бог про то, честно или нечестно поступают люди. И это тоже, в общем, один из самых важных пунктов возвещения в коммуникативном намерении составителей. Подробнее говорится здесь, Лаван говорит, да надзирает Господь надо мной и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Пусть Бог нас видит, даже когда мы друг друга не видим, чтобы мы поступали так, как договорились, по правде, без обмана. Бог свидетель между мною и между тобою. И дальше вот они уже так, даже Иаков закалывает жертву здесь, на этой горе прощальный пир, и они расстаются. Продолжение следует...